Всем привет! Это канал ГОТОВИТЬ ПРОСТО! Сегодня будем готовить старинный рецепт торта день и ночь. Какие продукты нам нужны? Нам понадобится 3 яйца на 1 корж. Всего торт состоит из 2 коржей. Одного белого, другого темного. Но по названию, я думаю, и так понятно. Итак, 3 яйца. Вбиваем в мисочку, где будем взбивать первый корж. Начинаем взбивать яйца до густой пены. Когда пена у вас получилась, сюда отправляем сахар. Сахар отправляем частями. Делим приблизительно на 3-4 раза. И по возможности сахар нужно перебить. До конца вы все равно не сможете перебить сахар. Но насколько это возможно? Масса получилась достаточно густая и плотная. Сахар до конца не растворился. Теперь добавляем сюда щепотку соли. Вот так. И сметану. Сметану можно сразу всю. И еще раз перемешиваем, чтобы получилась однородная масса. Смотрите, все немножечко поредело. У вас должно точно так же получаться, как у меня. И все должно быть такое в воздухе, в пузырьках. Теперь в тесто отправляем пол стакана муки. Пол нормы. Вот так. Не обязательно взбивать. Перемешиваем. Чтобы мука покрылась взбитыми яйцами. Видите, чтобы муки не было видно практически. Вот так. Теперь сюда отправляем чайную ложку соды, гашеную в одной столовой ложке уксусом. Можно взять чайную ложку просто разрыхлителя и все. Или так, или так. Погасили все. Выливаем сюда. Перемешиваем. И высыпаем остаток муки. А теперь можно все взбить. Ну и все взбейте. Тесто должно получиться легкое. Вот такое вот текучее, как бисквит. Даже, наверное, оно легче, чем бисквитное, потому что здесь сметана. Теперь приготовьте любую форму, которая у вас есть, диаметром не больше, чем 24-25 см. Если диаметр будет больше, чем 25 см, корж просто будет намного ниже, не поднимется так, как надо. Лучше возьмите меньше формочку. Застелите пергаментной бумагой или пристрелите мукой, смажьте маслом. В общем, подготовьте форму, вылейте туда все тесто и отправляем в духовку. В духовке оно печется на 180 градусов, приблизительно где-то 25 минут, до получаса. Если вы делаете это в мультиварке, тогда время выпекания, как бисквит, 50 минут. Итак, теперь будем делать второй корж. Пока первый корж печется, мы сделаем второй. Процесс приготовления второго коржа чуть-чуть отличается. Соединяем продукты в таком же порядке до момента смешивания с мукой. Перед тем, как ложить муку в тесто, значит, смотрите, у нас добавляется в этот раз какао. Какао уйдет 1,5 или 2 столовые ложки. Поэтому мы убираем на то количество, сколько у нас какао. У нас 1,5 ложки какао, значит убираем 1,5 ложки муки. Потому что какао достаточно тяжелое, оно утяжеляет тесто. Теперь отправляем сюда половину формы муки. Тоже перемешиваем. Теперь отправляем сюда соду, горшоным уксусом. Тоже перемешиваем. Вот так, посмотрите. И теперь сюда отправляем какао и оставшуюся муку. Теперь все аккуратно нужно перемешать. Аккуратно с какао, чтобы вся кухня у вас не была в какао. Сначала перемешиваем фрукта, а потом включаем миксер, чтобы получилась однородная, без комочков. Посмотрите, тоже тесто получилось однородным, достаточно жидким, таким плотненьким, но не густым. Хорошо, теперь точно также выпекаем его как первый корж и займемся кремом. Нам нужно сливочное масло, очень-очень мягкое, которое всю ночь полежало на столе. Его нужно взбить. После того, как взбили масло, сюда отправляем один желток. Так вот я его просто перемешиваю, чтобы он не был таким целостным. И отправляю сюда в масло. Один желток. Сгущёнка. Сколько я по рецепту дала, столько и выкладываем. Сахарная пудра. Сахар в этом случае не очень подходит. Лучше взять сахарную пудру или в кофемолке из сахара сделать сахарную пудру. Хорошо. Теперь все перемешиваем. Сначала не включая миксер, чтобы сахарная пудра не разлетелась, а потом можно включить миксер. Смотрите, крем должен получиться вот такой. Он держит форму, но он очень легкий. Так вот очень легко его перекладывать, потому что он не очень плотный должен у вас получиться. Хорошо. Теперь берем какао. Высыпаем сюда какао. И теперь перемешиваем все вместе с какао. Теперь часть крема отбираем в отдельную какую-то мисочку. Приблизительно где-то одну треть. Вот так. Сюда, в оставшуюся часть, высыпаем молотые грецкие орехи. Вы можете взять любые орехи. У меня просто есть дома грецкие, поэтому я использую грецкие орехи. Но вы можете взять любые. Хорошо. Перемешиваем вместе с кремом. Вот так. И наш крем готов. Теперь займемся верхней глазурью или так называемым верхним украшением. Возьмем мелкую терку. Белый и темный шоколад. Я беру не молочный, а именно черный. Но вы можете взять молочный и белый. Всегда беру два, потому что день и не ночь. Но если у вас нет белого или черного, используйте хотя бы только один. Шоколад нужно потереть на мелкую терку. Черный в одну тарелочку, белый в другую тарелочку. Наши коржи готовы. Темные и светные. Посмотрите, какие пышные они получаются. Видите? Они должны полностью остыть, они должны быть холодные. Их нужно разрезать на две части ножом. Один и второй. Разрезали напополам. Как я еще раз повторюсь, они должны быть обязательно холодные. Теперь по поводу пропитки. Если торт вы делаете для взрослых, то темные коржи можно пропитать коньяком. Только темные, не светлые. Только темный корж. В коньяк добавляете несколько ложек сахара и подогреваете, чтобы сахар растворился. И когда коньяк остыл, посмотрите, когда он уже холодный, тогда мы можем пропитывать темные коржи. Но это в том случае, если торт не будут есть дети, потому что он с коньяком. Пропитываем два темных коржа коньяком. А два коржа светлых пропитываем молоком. Точно так же добавляем в молоко пару ложек сахара. Подогреваем, чтобы сахар растворился. И когда молоко остынет, пропитываем коржи молоком. Если дети едят этот торт, тогда и светлые, и темные коржи пропитайте молоком. Наносим на самый первый нижний слой, наносим наш крем, который с орехами. И распределяем по всему коржу. Отправляем следующий корж. Переворачиваем его вот так пропиткой вниз. Пропиткой вниз. И пропитываем сверху тоже слегка молочком. Сверху мажем крем. Накрываем следующим белым. И так чередуем, в принципе, белый и темный. И весь оставшийся крем, который остался, выкладываем на последний корж. Ой, я забыла пропитать. Следующий корж сверху тоже обязательно пропитываем. И накрываем последним коржом. Хорошо. Теперь сверху придавливаем его. Вот так. Разноровнять, чтобы он чуть-чуть уплотнился. Потому что он высокий получается. Вот так. И быстрее пропитались все коржи. Смотрите, как хорошо он получается. Теперь берем оставшийся крем, который был без орехов. И покрываем сверху торт. Значит, смотрите. Смысл, крема должно быть не очень много. Потому что сверху у нас будет наша присыпка. Просто он должен быть однотонный сверху. Понимаете, ровненький. Поэтому замазываем вот так вот бока. Посмотрите, как я делаю. Вот так. Вот так. И вот могут провидниваться коржи. Это мне ничего страшного. Главное, чтобы просто тонким слоем он заполнился. Все прорешенки. И был такой однотонный в креме. Теперь, пока еще не ставим наш торт в холодильник. Берем то, что мы потерли с вами. Темный и белый шоколад. И посыпаем. Половину торта посыпаем темным шоколадом. Половину посыпаем белым шоколадом. Вот так вот наверх. И вот так вот бока. Смотрите. Вот так. Притрушиваем бока. Вот так. И по бокам. Вот так. И вот так. И вот так. Придавливаем. Посмотрите, как у нас получилось. Тут половина он темный, половина он светлый. Наверху, вот как я, можно что-нибудь такое нарисовать. Можно из масляного крема розочку какую-то сделать посередине. Тоже очень красиво. Украсить можно на любой у вас вкус и цвет. Это очень красивый и старый рецепт. Это очень вкусный рецепт. Его еще делала моя бабушка. Обязательно попробуйте такой вариант этого торта. Если вы никогда не ели такой торт, обязательно спеките и попробуйте. Это неимоверно вкусно. Обязательно. Занесите себе его в книжку. Давайте разрежем и посмотрим, что у нас получилось. Вот такой пышный торт у нас получился. Посмотрите, какие широкие слои. И они все пропитанные. Они мягкие и вкусные и сочные. Посмотрите, как красиво получилось. Если вы возьмете форму больше, он у вас будет шире, но ниже. Поэтому смотрите по вашей формочке из того, что есть у вас дома. Спасибо, что сегодня были со мной. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Кому понравилось, ставьте лайк. Видео выходит два раза в неделю, среду и субботу. Подписывайтесь на новый канал, который вышел в нашей семье. Ссылка под видео. Пока.